Друзья, всем привет! В ночь с 15 на 16 августа в Новороссийском районе прошел сильнейший ливень, в результате чего образовалось наводнение, пострадали многие улицы города. И сегодня предлагаю прогуляться по этим улицам и показать все наглядно. Начинаем! Ехал сейчас вдоль улицы Волгоградской, обратил внимание, что вся эта улица усыпана камнями, даже не маленького размера, страшно представить, какой поток воды здесь был. Одно из наиболее пострадавших мест это перекресток улица Волгоградская, проспект Дзержинского. Немножечко бездорожья на сегодня приходится преодолевать. Также на одной из инстаграм страниц прочитал, что на этом месте вот эту самую ливневку провалилась женщина и унесло ее в сторону южных прудов. Ну, как ни странно, писали, что женщина осталась живая. То есть, представьте, какой силы поток был здесь. Кия, такси, Яндекс, Гоу. Странно она здесь припарковалась. Выломала все, что можно. Да, теперь интересно, как эту машину доставать. Но только с другой стороны, эвакуатором, краном, других вариантов я не вижу. Проезжаю те самые южные пруды. Предлагаю немного прогуляться. Только что машина развернулась. Не все отважились ехать здесь. С низким клиренсом, конечно, не рекомендую это делать. Вот так размыло еще вчера вечером. Здесь была сплошная поляна. Двигаемся еще дальше. Ну, и, конечно же, проспект Ленина в районе от самолета до гипермаркета «Магнит». Это вообще L-классика. Машины ставили кто где может. Повыше видно. Пытались забраться. Но не у всех это получилось. Вон стоят машины. У всех открыты капоты. Наверное, не могут завести. Некоторые машины, вон, классика, стоит. Вообще на бордюр занесло потоком. Крайне опасно передвигаться. Чуть не уехал. Жижа очень скользкая. Ну, и вот это все затонувшие друзья стоят. Вообще, раньше на этом месте, до того, как построили эти многоэтажные дома, были небольшие озера, пруды. Здесь никогда не было наводнений. Ну, естественно, вода теперь не может спокойно уходить. Куда ж она денется? Гипермаркет «Магнит» на Ленина. Ну, так смотрю, особо здесь ничего не пострадало. Полы чистые. Вряд ли успели убрать бы. Слава богу, что здесь все хорошо. Решил немного прогуляться к морю. Сколько счастливых людей с утра вышли, обнаружили свои машины утопленными. Жаль, конечно. Вот, кому работы прибавилось, эвакуаторы. Один повез, второй только грузит. Судя по этому заборчику, понятно, какой высоты достигала вода. Намыло листьев, позастревали здесь. Ну, то есть, как минимум, этот заборчик был скрыт под водой. Целое болото в машине. Мы предупреждали, говорили, надо на возвышенности ставить машины. А где ж столько возвышенности, чтобы все машины припарковать? Тут и так мест парковочных катастрофически не хватает. Вот еще последствия на размыло, на мыло. Тут лодочная станция, конечно, пострадала еще больше. Там лодка не просто утоплена, камнями закидано, замыта. Была плитка и нет плитки. Вот она, где вся плиточка скопилась. Вынесла с куском забора. И осела здесь на дне. Ну, не в море, и то хорошо. Отсюда достать можно. Набережная. Поедем, покатаемся по городу еще. Адрес проспект Сдержинского, 205. Повалило блоки. Здесь, судя по всему, поток воды был не меньше. Перегорожен теперь выезд здесь. Ну, вот, получается, подобная стена была вдоль всего этого дома. Решил заехать к себе в гараж. Лучше бы я не заезжал. Уровень воды был. Видно, да? По метке. На каждой из ворот. У меня машина тут стояла. Не знаю, пострадала. Нет ключей, нет с собой. Не могу открыть. Ну, то есть, вот посюда была вода. Все, конечно, это диски. Все отмывается. Ну, и, собственно говоря, здесь тоже хватает добра. Намыло, примыло. Счастья подбросило-то сколько. Это у меня все аккуратно было сложено. В результате потока вынесло. Переехал соседний ряд. Здесь уровень воды был еще больше. На некоторых гаражах вообще ворота повыдавливало вовнутрь. Такое тоже случается. Надо было сапожки взять, не взял. Да, ливневка не справилась, к сожалению. Грязи почти по самую крышу было. Еду к себе на дачу. Поселок Масхака, река Масхака. Переезжаем через мост. Ну, тоже подзанесло здесь. Всякого металлолома, мусорные баки. А так легко проехать к моему участку и не получится. Здесь раньше был мостик. Все размыло. Да и дальше по дороге сплошная река. Придется окольными путями заезжать. Давно я с этой стороны участка не заезжал. Все заросло. Поуносило немного добра. Ну, да ничего страшного. В целом, смотрю, вроде бы таких прямо глобальных повреждений нет. Пострадал соседский забор. Вынесло просто его кусок. Ну, слава богу, здесь хоть все в порядке. Возвращаемся в город. Покатался еще по южному району. Ну, в принципе, никаких глобальных разрушений я больше не увидел. Более того, работает строительная техника. На перекрестке Волгоградска-Дзержинского уже почти все убрали. Вытащили ту самую машину, которую показывал в начале видео. Настроения нет никакого вообще. Ну, буду прощаться. Не буду просить ставить лайк за это видео. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, что в следующий раз будет следующий выпуск гораздо позитивнее. Обнял, приподнял, поставил. Увидимся.